Итак, народ, всем привет, с вами снова Эмбра, и мы продолжаем нашу кампанию за Империю Кризалис. Ещё раз хочу выразить огромную благодарность Империи Грифонов, благодаря которой мы затащили эту войну без особых усилий только в конце. Вначале, конечно, было очень тяжело и в середине. В конце, когда эти приписались, я даже не сопротивлялся. Конечно, в этом-то и проблемка, стоило сопротивляться и делать всё очень быстро, потому что они захватили здесь очень богатые варскорные территории, из-за которой мы можем мало очков, короче, получить. Ну, ладно, они уже скоро возьмут столицу, совсем чуть-чуть осталось. Я уже так отрядики попускал, чтобы хотя бы посёлочки позанимать, чтобы хоть как-то побольше очков получить. О, здесь посёлок, замок двух сестёр. Ну и тут, конечно, я пытаюсь взять столицу. Да, пожалуйста, у нас получится это сделать? Пожалуйста, возьми столицу. Давай, давай, давай. Ну, это стоковар скоро нам даст, это нам нужно сделать. Берём столицу, давай. Отлично. Так, чё там у нас вообще по потерям? Ай, оно уже всё слилось, почти. Они потеряли почти 6 миллионов. Кристальная империя почти 2 миллиона потеряла, вы прикиньте. Если бы не эта фигня маленькая, мы бы так и не страдали, потому что нам пришлось убить 2 миллиона. Империя грифонов толком-то их здесь не ковыряла. Мы потеряли 2,5 миллиона. 2,5. Оленя полмиллиона. Падение кристального города. Одного давайте отправим вот сюда, вот и сюда. Так, вы идёте сюда, хорошо. Так, ну там капитуляция должна быть уже скоро, да? 98. Где она ещё процент получила? Наших здесь зажали. Фигу, надо освобождать. Республика бизонов капитулирует. Она разве не капитулировала раньше? Ну окей, дофига всего получили. Окей, ладно, пусть будет. Давайте одного здесь возьмём, кинем на столицу. Здесь ещё такие джунгли жёсткие. И жара, так что проходить, ну, сложненько, я бы сказал. Так, ну здесь порт, хоть вы получите снабжение нормальное. К исследованию, что здесь можно взять? А, вот это, наверное. А здесь? Ну всё, мы уже взяли здесь прирост населения. Он должен, вроде как, прибавляться. Этого у нас нет? О, разведка плюс двоечка. Это классно. Это надо. Это берём. Эквестрия капитулирует. Окей. Ау, 2000 танков и 20000 магической пехотки получили. Можем, можем магическую армию делать вполне. Там же ведь у нас есть на неё бонусы. Давайте-ка посмотрим. Прорыв, атака. Ну, сам по себе, она, конечно же, жёстче. Макс, скорость, это механически. А, мы тут ещё и самолёты получаем. То есть не только вот это вот. Магическое топливо. Ау. Арта, атака, наземная поддержка, самолёты ещё. Воу, я думал тут чисто... Ну, не просматривал дальше, когда увидел показатели магической. Отлично, это прокачиваем. Надо сделать хотя бы парочку дивизий, но магических. Они потому что жасткие. Прошлые компании застали анград, а они танки по характеристикам просто перекрывали. Ну, окей. Сейчас что? Сейчас мы вот эту вот красоту отменяем, наверное. Это всё давайте мы уберём. Потому что сейчас на границе стоять с Империей Грифонов не сильно хочется пугать их. Или наоборот. Давайте-ка здесь вот так поставим. Чё у нас стоит здесь? А, я понял, чё не так медленно. Здесь стоял осторожный план. Полевой госпиталь готов. Так, магическую. А, нужно сначала её здесь прокачать, потом уже выйти сюда, да? Ну, давайте, ладно, окей. Два процентика там осталось уже. Давай, давай, капитулируй. Проходите. Я поставил план. Ну, чё вы не атакуете? Эй. Всё нужно руками делать. Я уже запутался сам в своих дивизиях. Всё. Готово. Ещё получили танки Рептайт. В Саппорт Эквипмент у нас был недостаток 3000. Это очень хорошо, то, что мы его получили. Так. А-а-а. Смотрите. 3 700 и 3 200. Ну, отлично. Отлично. Чё-то мне казалось, что хотя бы, но у нас будут равные очки. Но нет. Тут даже Оленья получила. Но это она нам отдаст, понятное дело. Просто тут ещё учитывалось, я так понял, то, что мы нанесли урон противнику. Ну, или терпели просто его, можно сказать. Я напоминаю вам ещё раз правил этой кампании. Мы не можем забирать ни одну из земель. Только марионетки. Сейчас, смотрите. В первую очередь мне нужно забрать Кристальную Империю, чтобы выйти к Сталинграду. Там очень я хочу привести фашизм к власти. Также я хочу, вообще... Ну, как хочу. Я хотел сделать здесь себе колонию, но понимаю, что её оборонять не получится. Вообще никак не получится. Поэтому забираем мы Кристальную Империю. Давайте-ка. Выходим к Сталинграду. Сейчас, смотрите, Эквестрия. Марионеточки. Государство-сателлит. Селестиское сопротивление. Ага. Там вроде какое-то ещё. Вот, зависит от того, за какую страну ты захватываешь. Такая страна здесь и получается. Ну, скорее всего, фашизм, там, коммунизм. Всё по-разному. Тогда забираем Республика Мэйр. В первую очередь. Потому что они, скорее всего, будут брать вот эти территории восточные. Нам желательно их забрать, это первыми. Республика Бизонов. Ну, хорошо, сателлитим её. А, не можем. Окей. Ладно. Очень богатые территории вот это вот. Очень богатые. Слились только очков только на этот маленький огрызочек. Вижу их уже здесь. Угу. Конфедерация Южных Штатов. Забираем. Да, они хорошо кусаются. Мне нужно забрать Селестиское сопротивление. 2000 очков. Всё, у них уже заканчиваются очки, видно. Медленно двигаются. Так, Селестиское сопротивление готово. Дальше кого можно ещё сателлитить? А, ну Республику Грифонов, естественно. Я бы, конечно, себе взобрал, там ресурсы хорошие. Сателлит. Страна джунглей. А, вот, вот и страна джунглей должна быть здесь. Ещё. Каменный союз. И делаем марионеткой Эквейстриум. Для этого нужно очков по-напропускать. Пусть он покусается. Хорошо, пусть покусается. Но это должен уже он, наверное, забрать. Марионетка. Не, всё равно мало территорий. Нужно больше. Ой-ёй-ёй, как грызёт он. Во. А это давайте мы замарионетим. Не, ну в принципе получилось более-менее красиво. Когда мы... Так, отлагай, пожалуйста. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Хорошо, как... Протекторат пони. Оу. Жёстко. Хоть это вот здесь островок ещё будет. Стейблсайдский протекторат. Вместо цельсийского сопротивления, потому что фашизм привели. Хорошо. Вот это вот богатенькие территории. Жалко, нету картиночек, правителей, плохие коммуникации, гражданская война. Ха-ха, адские условия. Некоторые наши бойцы жили в джунглях всю свою жизнь и неплохо освоились с войной в джунглях. Однако большая часть оказалась просто не готова к таким адским условиям. Это считается, типа, сейчас гражданка идёт. Очень странно, что этот баф здесь появился, ведь гражданки не было. Можете стрим, кстати, глянуть. Развалы квестри. Так, это у нас... Кстати, давайте фокус их посмотрим. Отделение от эквестрии. Он может изучать. То есть, эта марионетка будет подальше отделяться от нашей марионетки. Так, ну это не локализовано, не добрались ещё ребята наши. Каменный союз. Посмотрим. Нет, стандартные фокусы. А здесь. О! Мобилизация торгового флота. Понимаете, столько стран, которых нет на стартовой карте, и у них есть фокусы. Прикиньте. Ну, здесь, конечно, сомнительно... Ну, такое, да. Ну, допустим, в южных штатах офигенно. Бизоны. Уф, какой бизон! Ну, тут он прокачал, понятное дело, уже. У него здесь более-менее экономика, нефть и сталь. А ну, покажись. Уф. Уф. Нехило. Кристальный протекторат. Ух, какая. Что у нас здесь? 300. Кстати, самолёты почти 2000. 7,5. Пусто. Ну, пусто. А этих мы же выделили с пустого места, можно сказать. Значит, у империи грифонов 11 тысяч самолётов и 150 дивизий. У нас дивизий... Фу, один нажал. Перепугался. 124. Неплохо. Но у них... Ну, у них, кстати, беда похуже, чем у нас. Все взрослые проходят службу. Они реально захватили континент и поубивали своих людей. Своих... Паней. А, нет, точнее, грифонов. Это же грифоны. Ченджлинги одержали победу над Эквестрией. Сегодня чёрный день для всей Эквестрии. Селестии и Кризалис обговаривают условия капитуляции Эквестрии и её вооружённых сил. Быстро оккупировав большую часть территории, Ченджлинги смогли одержать победу. В своём послании королева Кризалис объявила о полной победе над Эквестрией и её преобразовании в дружественное Ченджлинга, морянеточное государство. Пока ещё не ясно, что будет с новой Эквестрией и её населением, но многие обрадовались новостью о том, что Эквестрия будет жить. Хоть и на правах марионетки. По крайней мере, сейчас мы победили. Эти территории, они, конечно, как Анклав сейчас у нас. Мы к ним выйдем, когда захватим Сталинград, точнее, Марионетку сделаем. Вот. Флот мы какой сохранили? 76 кораблей у Протектора Топони. Ну, эти без кораблей, понятное дело. Хорошо, 76 кораблей, у Оленей 8, у нас 41. Это больше, чем у Империи Грифонов. Это круто. Это мне уже нравится. Хорошо. Наши сейчас следующие враги, это Северный Блок. Почему с Северным Блоком воевать нам будет сложно? Вся беда в температуре, которая здесь. О, нет, кстати, сейчас нормально. Но зимой наши дивизии в одну каску будут умирать. И поэтому здесь нужно сделать маленький фронтик, а сюда основные силы поставим. Хотя, подожди, куда? Вот же наши ещё границы. Во, тьфу-то, я забыл. Смотрю, не наши территории, шмарионетка. Всё наше. Выйти сюда нужно будет. По горам, конечно, пускать танки такое. Вот, и повоюем с ними. У них как вообще дела? Там, 45, 104, блин, опять этот Якикистан. Как, почему ты такой жёсткий? Во второй кампании уже реально такой... Вроде территории такие убиты, но не жёсткие. 47, 53. У нас, 701, 39. У Оленей, 70, 70. Ну, всё равно, как бы, это сильнее, чем Кристальные Империи. По факту, можно сказать. 104 дивизии. Я хочу за них уже поиграть. Серьёзно. Вы реально жёсткие, господа. А, ну, у вас, кстати, много фокусов на фабрику и всю эту фигню. Окей. Так, у нас сейчас беда. Требуют здесь у нас... Ага. Повысить свой уровень автономии. Ты можешь что-то, что ли, независимым, гад? Нет, нам такое не надо. Вот почему я не люблю делать марионетки. Они слишком быстро становятся независимыми. Ну, ладно, мы там у него аж вроде как что-то закупаем. Ну, давайте-ка это уберём. Сталянград. Ну, в чём вообще ещё закупаем и у кого? Хотя, нет, давайте-ка поставим, там не хватает всё-таки. Вот так. Хватит. Алюминий. Всё-таки будем закупать. Ладно. И стали обратно поставим. Поставим всё-таки обратно. Ладно, не будем трогать. Просто это и даёт им автономию. Чё, мы нефть ещё у неё закупаем. Но нефть нам уже не надо. Кристаллы мы не используем. Хотя, кстати, надо. И у нас их очень мало, блин, реально. Кристаллы здесь. Ну, их можно брать у нашего протектората, естественно. Но в нашей территории кристаллов очень мало. Вот в чём беда. Ладно, здесь у неё стоит понижение автономии субъектов. Но оно, видимо, не очень сильно помогает. Но он не хочет получать статус свободный. Хотя уже вполне может. Наверное, нужно сейчас как-то ленд-лизы, не знаю, там ей отправлять. Я не знаю, это сильно поможет. Допустим, допустим. Чё у нас там дофига? У нас дофига? Ого, 49 тысяч. И макс снаряги 44 фига мы понатырили. Мародёры, блин. Так, начать ленд-лиз. Вот это вот. Один раз. Ну, вижу, он там понижает. Ну, вижу, наверное, ручками. Тысяча десять. Сколько это нам минус семьдесят? Давай тысяч двадцать, наверное. Минус сто сорок. Чё-то как-то вообще слабенькое. Вообще слабенькое. Эм, пум-пум. Ладно, ладно. Олень охочет земли Эквестрии, да? Лояльный подлинный должен быть награждён. Ага, Ванхувер. Фига ты забрать хочешь? Это вообще промышленные регионы. Понимаете, кстати, на самом деле всё-таки может это и стоит. Хотя у них и так здесь автономия хорошая. Просто дело в том, что протекторат пони очень сильная страна, и она получит больше автономии спустя короткий промежуток времени. Даже быстрее, чем олени. Понимаете, это сильная страна. Но отдавать нельзя уже той стране, которая, считаете, почти независимая. Да, тем некоторые земли. Кто они такие? Вы серьёзно? Мы вас вообще-то захватили здесь. А кем вы себя возомнили-то? Подожди-ка, промышленность? По ресурсам, что ли? А, не, вот это давайте-ка, промышленность, точно. Ох ты, господи, накопили всё-таки. Понаворовали, накопили, танков тоже дофига. Давайте-ка в самолёт поставим. Самолёты, машинки мы тоже поназабирали. Там был огромнейший дефицит, просто нереальный. Кноарты у нас там, я вижу, хватает. А, не полторы тысячи, не, надо производить всё-таки. Ну чё, ладно, нефть закупаем. Давайте-ка у кого-то другого, комиссариат бизонов. Во, давайте-ка у них. Вообще, им очень сложно будет получить много очков автономии. Но, о господи, сколько здесь этой пыли. Но мы можем с ними торговать, причём очень сильные. И это не будет как-то их выводить к независимости. Поэтому, в первую очередь, торгуем с ними, если есть такая возможность. А здесь, ладно, давайте с этим, с кристальным протекторатом. Всё, делаем самолётики. Нужно вообще пополнять, а то потратили очень много. Танки. Ну чё, наверное, нужно делать уже танки. Как у нас здесь дела? 14. Тфиговенькое. Нужно больше танков. У нас и средний САУ есть. Что можно сюда поставить? Ремонтная рота. Так, 18. И давайте-ка ещё одну машинку. Ну, лёгким танкам, понятное дело, буду моторизированные ставить. Когда будем делать уже средний или тяжёлый, там, механизированные дивизии уже будут. Вот эти вот. Они, вроде, какие-то там бонусы-то получают, но их всего одна дивизия. Давайте-ка, кстати, всё-таки поставим. Вот. Вы вообще на сколько сильнее? 260, 30. 274, 34. Ну, здесь одна каска ещё. Давайте, ладно, её тогда и сюда засунем. Просто мы там, вроде, как смотрели, но я всё равно до конца это не понял. Это спецвойска. О, господи, чё я засунул? Ну, спецвойска это, но... У них защита меньше, но восстановления у них, понятное дело, больше. А, они ещё, наверное, получают бонусы в передвижении в джунглях, в лесах, болотах. Так? Потому что это, вроде, как егеря. Да, именно. Их на юге неплохо использовать. Противопехотная 13,8. 13,8. Это, вроде, так же прорыв 6,2, 7,2. Прорыв, конечно, у них больше. Но такие модификаторы, они, блин, слишком... Слишком слабенькие, чтобы выделять много времени этим дивизиям. Ну, вполне, ладно, давайте будем делать тогда. Эм, давайте... 12. Запихнём их сюда, наверное. Хорошо, танки делать ещё нужно. Ладно, короче, над этим я подумаю, потому что людские ресурсы у нас заканчиваются. А сейчас давайте-ка по воюме лучше... Подожди, оправдать. А у нас случаев там нету? Это, видите, подавляю сопротивление в маринетках. Вообще, нужно выйти вот сюда, вот. Партиопехотная атака. Допс-наряжение. С кораблями, ладно, уже попозже, когда будем воевать против империи Грифонов, тогда вполне можно. Но сюда мы, наверное, уже никак не выйдем, да. Принадлежит и подконтрольное государство. А, ну это такой ячейк... Хотя ячейка для исследований, извините. Время магических исследований. Строитель сторжения Грифонию. Ну, чтобы это делать, нужно захватывать. Прирост поддержки войны у нас так хороший. Барни, Грифонов, Аквилианская республика. Ну, ладно, уничтожить Сталинград. У нас здесь есть. О, там даже поддержка войны, которая так у нас... Куда ты улетаешь? Которая так у нас на максимуме, можно сказать. Отлично. Просто прекрасно. Давайте-ка выстроим наших ребят вот сюда вот. Хопа. Хотя тут я бы, знаете, как сделал. Допустим, этих бы я сюда уже засунул. Давайте-ка, подождите, подождите. Нужно провести реорганизацию. Мы очень много дивизий потеряли. Наши армии неукомплектованы как нужно. Так, ну, отлично. Но ПТО нужно будет производить нам, потому что у Перегрифонов очень много танков. У него очень много ресурсов и... Чё здесь же шевеления были? Поэтому воевать против неё чисто одной пехоткой будет сложновато. Но ты там ещё даже с кем-то во... А, ты с этими воюешь, да? Ха-ха. Как получилось. Чё, выставки тоже придётся в них делать. Конец мира. Ну, ты здесь даже позахватывал чё-то, да. Если оно завершено, давайте магическое. Давайте сделаем магические дивизии. Реально. Почему бы и нет? Они жёстче обычных. Особенно если их прокачать-то, то вообще неубиваемые силы. Поддержка арты. Полевой госпиталь. Рота шпионов, естественно. И арта. 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 Магическая пехота. Давайте сравним для тех, кто ещё не помнит из предыдущего прохождения. Защита поменьше. Прорыв меньше. Атака меньше. Но знаете почему? Ну, здесь противотанковые у них хорошие. Меньше потому, что мы не прокачали у них пушечки. Бронебойность у этих большая, у этих маленькая. Да, их, короче, нужно прокачивать. Только тогда это будет большая сила. Если этого не делать... Ну, просто видите, мы здесь как бы это ещё вкачали. Вот это вот возьмём, тогда уже можно будет и сравнивать. Сейчас тогда мы берём вот это вот. Потому что бонусы отличные. И выходим к Сталианграду. 62-107. Мы подвели сюда небольшое, конечно, количество. Ну, смотрите, тут ещё у нас же есть марионеточки. Они нам будут помогать. Но проблемка в том, что здесь жёстко мы истощаемся. Ай, больно, наверное, будет. А как тогда? Слишком мало дивизий мы здесь держать не сможем. Значит, нужно строить. Ну, сначала, наверное, чинить. Ну, здесь вроде всё целое. Давайте-ка. Ой, ноль здесь. Как снабжение вообще поступает? Можете мне сказать... Ага, через вот это вот сюда. Всё, я понял. Всё, значит, качаем здесь. Здесь. Конечно, не наша территория, но здесь ты нам помогать будешь это делать. Пожалуйста, кинь сюда свои фабрики ещё. Потому что мы фабрики не захватывали. Мы то, что имеем, то и используем. Вообще, инфраструктуру нужно и в наших землях качать. Потому что это и ресурсы, и это и ускоренное строительство. Особенно вот здесь вот, допустим, и в Альфрам здесь. То есть мы вообще не будем покупать ничего. Но это долго. Строить инфу, потом там что-то ещё. Ну окей, строим, и скоро там у нас будет уже... А, фокус готов. Совсем скоро. Ну а пока я вам скажу спасибо большое за просмотр. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть какие-то вопросы или не знаете, где скачать мод, вперёд в группу. Добро пожаловать. С вами был Эмбро. До встречи.